Здравствуйте, уважаемые слушатели онлайн-курса по дисциплине информатика. Решение значительной части задач требует возможности изменения порядка выполнения инструкции в зависимости от исходных данных. Для обеспечения этой возможности используется базовая алгоритмическая структура ветвления, позволяющая проверить условия относительно некоторого набора данных и в зависимости от результатов проверки назначить выполнение тех или иных инструкций. На языке ВБА ветвление реализовано с помощью трех операторов ветвления и трех функций ветвления. Операторы ветвления представлены классическим условным оператором if-then-else, оператором последовательной проверки if-then-else-if и оператором выбора select case. Оператор if-then-else, условный оператор, служит для организации базовой алгоритмической структуры ветвления. Синтаксис приведен на слайде. Если условие принимает значение true, выполняется инструкция да, идущая после слова then. Если условие не выполняется, принимается значение false, выполняется инструкция нет, идущая после слова else. Схема алгоритма изображена слева на слайде. Часть оператора начинающейся с else не является обязательной. Если она отсутствует, говорят, что оператор записан в сокращенной форме. Иначе речь идет о полной форме. Схема алгоритма, соответствующая сокращенная форме условного оператора, изображена на слайде справа. Переведенная конструкция позволяет выполнить только по одной инструкции, в случае выполнения или невыполнения условия. Если одна из ветвей должна содержать несколько инструкций, целесообразно применение блока if. В следующем примере выполняется вычисление натурального логарифма. Как известно, логарифм можно вычислить только для положительного значения аргумента. Попытка вычислить логарифм неположительного числа приведет к аварийному завершению программы. Посмотрите, пожалуйста, на алгоритм. Блок начинается, с программы начинается, с блока начала, дальше пользователи вводят число, и мы делаем проверку. x больше нуля? Если да, то мы можем вычислить логарифм. Если нет, то мы сообщим пользователю, что x у нас меньше или равен нулю, и вычисление алгоритма невозможно. Далее наша программа заканчивается. Блок if выполняет функции условного оператора, но позволяет реализовать по несколько операторов в каждой ветве алгоритма. Синтаксис приведен в левой части слайда. Как и любой блок веба, блок if заканчивается ключевым словом and и названием блока. Ветф else не обязательно. Пример. Давайте мы с вами вычислим площадь треугольника, заданного длинными сторон. Как известно, чтобы вычислить площадь треугольника по длине сторон, необходимо убедиться, что треугольник существует. Иначе при вычислении площади по формуле Герона квадратный корень будет извлекаться из отрицательного числа, что приведет к аварийному завершению программы. Схема алгоритма приведена на слайде. Алгоритм начинается блоком начала, дальше пользователь вводит у нас три стороны A, B, C. И далее мы с вами можем провести проверку существования треугольника. Треугольник у нас будет существовать, когда сумма двух сторон будет больше суммы третьей стороны. Вот у нас есть с вами три условия. Если эти три условия выполняются, тогда мы можем производить вычисления и выводить уже результат пользователю. Если условие не выполняется, тогда треугольник наш не будет существовать. Об этом мы и напишем после выполнения программы. Текст программы у нас также приведен на слайде. Можете посмотреть его. Он достаточно простой. Мы инициализируем переменные. Обратите, пожалуйста, внимание, что у нас есть переменная строкового типа. Этой переменной мы будем присваивать два значения. Либо получившийся результат, либо мы будем сообщать пользователю то, что у нас треугольника не существует. Далее мы просим пользователя ввести три наших стороны и условия проверки представлены после блока И. Обратите, пожалуйста, внимание, что так как три блока должны у нас одновременно проверяться, то есть условия должны выполняться все три одновременно, то мы ставим логическую операцию И. Далее после этой проверки, если это условие выполняется, мы можем производить вычисление. Вычислить половину периметра, дальше определить площадь и вывести значение пользователю. Иначе, если это условие существования треугольника не выполняется, посмотрите, после ключевого слова else мы присваиваем нашей строковой переменной значение, что треугольника не существует. Это значение мы далее выведем пользователю после окончания блока. Тут есть два варианта. Либо выводится строка с тем, что треугольник не существует, либо мы выводим слова, что площадь треугольника чему-то равна. Оператор if-then-else-if. Синтаксис и алгоритм привередены на слайде. Давайте рассмотрим какой-то конкретный пример. Рассмотрим задачу следующего содержания. По введенным длинным сторон определить, является ли треугольник равнобедренным, равносторонним, ни тем, ни другим или вообще не существует. Для решения этой задачи требуется последовательная проверка трех условий. В случае невыполнения первого проверяется второе, в случае невыполнения второго проверяется третье. В схему этого алгоритма идеально укладывается блок операторов if-then-else-if. Алгоритм задачи приведен на слайде, ровно как и текст программы. Посмотрите, пожалуйста, пользователи вводят три стороны треугольника. Далее мы проверяем условия существования треугольника. Если это условие выполняется, посмотрите, то мы пишем, что треугольника не существует. Если не выполняется, мы можем делать дальнейшие проверки. Сначала мы проверяем, является ли треугольник у нас равносторонним. Проверяем, а равно b равно c. Если да, мы выводим пользователь сообщения, что треугольник равносторонний. Если не выполняется, мы можем проверить, является ли он равнобедренным, либо это просто обычный треугольник. Код программы также приведен на слайде, но мы чуть подробнее поговорим о нем позже. Оператор выбора. Select case. В случае, когда проверяемое выражение может удовлетворять одному или нескольких условий, в зависимости от того, какому условию оно удовлетворяет, должны выполняться соответствующие ветви алгоритма. Применяется оператор выбора select case вот в этом случае. Синтаксис проведен на слайде. Посмотрите, что там есть некоторые аргументы. Выражение. Это проверяемое выражение в зависимости от значения, которое выполняется та или иная ветви алгоритма. Список выражений. Это одно или несколько через запятую условий, типа список, диапазон, например, от 50 до 100, или отношений, какая-то переменная больше 10, которым должно удовлетворять выражение. Инструкция. Одно или несколько инструкций выполняем в том случае, если выражение удовлетворяет любому компоненту условия список выражений. Инструкция else. Необязательная часть. Одна или несколько инструкций выполняем в том случае, если выражение не совпадает ни с одним из предложенных кейсов. Схема алгоритма приведена на слайде. Давайте рассмотрим какой-то конкретный пример. В зависимости от введенного времени выдать одно из сообщений. Утро, день, вечер, полночь или полдень. Схема алгоритма приведена на слайде. Она достаточно простая. Обратите внимание в коде программы, как у нас обозначается время. Мы говорили, что тип данных время пишется в решетках. Вот в этой программе вы как раз-таки можете увидеть, каким образом вы это можете записать в своем программном коде. Оператор безусловного перехода. Оператор безусловного перехода позволяет изменить порядок выполнения инструкции путем передачи управления определенной произвольно расположенной строке. Часто применяется совместно с условным оператором, так как для изменения порядка выполнения инструкции нужна причина, которой можно выявить проверкой условия. Применение оператора безусловного перехода не рекомендуется в связи с тем, что при его использовании алгоритм программ может стать неструктурированным. Вследствие этого программа будет работать неэффективно. Кроме того, затрудняется ее чтение и поиск ошибок. При использовании нескольких меток понять алгоритм работы программы заметно сложнее, а искать ошибки проще в структурированных алгоритмах, так как в них алгоритм можно разбить на блоки, представляющие собой базовые алгоритмические структуры. Чаще всего этот оператор используется, когда программа на ВБА создается автоматически. Кроме того, в редких частных правдных случаях применение оператора безусловного перехода может существенно упростить написание программы. Задает безусловный переход на указанную строку с инструкцией внутри процедуры. Обязательный аргумент метка может быть любой меткой строки, соответствующей правилам именования ВБА или номером строки. Функции выбора позволяют реализовать базовую алгоритмическую структуру ветвления в виде функциональной зависимости. В ряде случаев применение функции выбора вместо соответствующих операторов приводит к упрощению записи или облегчению понимания программы за счет компактности и возможности немедленно использовать возвращаемое значение. Вот первая такая функция приведена у нас на плакате. Эта функция возвращает одну из двух альтернатив. Синтаксис и аргументы приведены на слайде. В каком случае может применяться такая функция? Если значение переменной, вот например, балл равно 5, то переменная оценка присваивает строковая константа «Отлично». В противном случае ей присваивается оценка «Неотлично». Посмотрите, как в таком случае должна быть написана строка кода в программе. Функция choose. Функция choose возвращает значение в выбранные из списка аргументов. Синтаксис и аргументы приведены на слайде. В каком случае может использоваться такая функция? Например, если аргумент выбора принимает значение 1, 2 или 3, то переменный результат выбора присваивается значение 1, 2 или 3 соответственно. Посмотрите, каким образом нужно записать у нас вот такую функцию. Следующая функция — это функция switch. Функция switch возвращает значение, соответствующее первому истинному выражению в списке. Синтаксис приведен на слайде. Пример. Переменный outster в зависимости от содержимого переменной s присваивается словесное описание оценки. Пример. Вы можете ознакомиться с расширенной информацией по данной теме в прикрепленном материале и приступить к выполнению третьей лабораторной работы.